Вот они, наши герои. 8 алтайских кикбоксеров, которые вошли в состав сборной России и боролись за звание сильнейших на первенстве Европы в Черногории. Клуб «Стик» – боец и удар, буквально поставщики чемпионов. Кикбоксеры выступали в дисциплинах фулл контакт. Это когда нет ограничений на удары руками и ногами. Фулл контакт с лоу-кик, где можно бить ногами по бедру. И К1 – разрешены удары коленями. Это самый жесткий раздел кикбоксинга. И, как выяснилось, наши спортсмены в этом не промах. 8 человек у нас выезжало с Алтайского края, 8 медалей мы привезли. Для нас это большая гордость. 4 золотых медали, 2 серебряных, 2 бронзовых. Тем не менее, признают, первенство было тяжелым. Взять ситуацию с нашей спортсменкой Дарьей Антиповой. В ее весовой категории 40 килограмм. В разделе фулл контакт не оказалось соперниц. И Дашу перевели в раздел К1. И весовая тяжелее 44 килограмма. Но она все равно одержала уверенную победу. Хотя Даша в К1 ни разу не выступала. Самое главное, нужно было настроиться морально. Это получилось. Было сложно, но все получилось. На сборах я старалась переключиться, поотрабатывать удары коленями, лоу-кики, щиты. Получалось, конечно, не очень, но все же. Действительно, очень конкурентоспособны получились спортсмены из других стран. Не совсем мы, конечно, этого ожидали. Но у фулл контакта есть, конечно, небольшое преимущество перед все-таки другими разделами, что здесь массово доминирует Россия. У каждого нашего кикбоксера были сложнейшие поединки. Но в итоге победы над соперниками из Бельгии, Украины, Турции и Польши. Сборная России с большим отрывом завоевала первое общекомандное место. В Черногории наш гимн играл 68 раз. Спортсмены шутят, что его выучила вся Европа. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.